Главный вызов для цифровой безопасности является сама цифровизация, во-первых, потому как она осуществляется довольно опережающими темпами, и поэтому система безопасности, которая должна неразрывно следовать за системой информатизации, разрывать их нельзя, бывает плохо, она немножко не успевает, мы не всегда понимаем на самом деле те риски, которые возникают, те уязвимости, которые возникают в этой ситуации, это первое. Второе, ну, наверное, наша организованность, потому что наша организованность страдает, хотя я не скажу, что это носит фатальный характер, но тем не менее из-за нее возникает масса проблем. На уровне технологических решений и оборудования, конечно, на уровне общего программного обеспечения, конечно, на уровне системного обеспечения, ну, где-то напополам, а на уровне, собственно, средств безопасности, ну, я бы не сказал, хотя по некоторым направлениям, особенно там, где нужны средства безопасности с очень высокой производительностью для того, чтобы решать задачи большого объема, там, да, там вот таких средств российских на самом деле, ну, и не было, и не до сих пор, поэтому стоит задача их, значит, создать вот в этой ситуации. Что касается заложникам, идеологически практически весь мир стоит на тех системах стандартов, которые разработаны ИСО, и наша система стоит тоже на стандартах ИСО, поэтому я бы не сказал, что это заложники, я сказал бы, что это общий системный, единый подход, который действует практически во всем мире с некоторыми корректировками. И у нас в стране тоже есть некоторые корректировки, потому что у нас кроме стандартизации есть еще движение, которое возглавляют наши регуляторы, они выпускают собственные нормативные документы, в соответствии с которым собственно страна и живет. Под санкциями стали уходить фирмы, они стали нарушать свои обязательства, отзывать лицензии. В результате некоторые устройства стали превращаться в тыку. Для того, чтобы снова их оживить, мы начали предпринимать определенные усилия для того, чтобы все это начало работать по-прежнему. И вот это в определенной степени понизило устойчивость к системе. Она не была заложником, но устойчивость ее, она стала немножко больше шататься. Вот такое время, мы сейчас переживаем, довольно сложное. Как преодолеть его? Ну, надо переходить на собственные продукты по мере их появления, что сейчас и делается. И вот нас до 1 января 2025 года, которое определено президентом, и более того, оно соответствует не только формально установленному, оно еще соответствует внутренним ожиданиям. За это время нужно решить эти проблемы для того, чтобы приобрести определенную устойчивость и запас прочности. Бизнес влияет очень сильно. Это аксиома, так сказать. Цели бизнеса понятны, цели бизнеса – извлечение прибыли. Поэтому бизнес смотрит с этой точки зрения на развитие цифровой безопасности. Всегда для того, чтобы выбрать оптимальные направления движения или тракт-движения, необходимо, чтобы в этом вопросе принимало участие государство как регулятор. Она должна управлять направлением. Я считаю, что действий государства в этом направлении недостаточно. Желательно и необходимо усилить управление в этом вопросе. Это решаемая задача. До сих пор она реализовывалась не очень хорошо. Регулирование считалось только в основном с помощью нормативной документации, а управление, оно включает в себя еще и контроли. Это несколько другой процесс. Регулирование и управление, они отличаются достаточно сильно. Я полагаю, что это в определенной степени шаг вперед. Во-первых, события, которые возникли после 24 февраля, их можно классифицировать как ведение информационной войны достаточно интенсивно. Я не скажу, что там применяются аналоги ядерного оружия, такого нет там. Но интенсивные боевые действия там ведутся. Может быть, в большей степени партизанщина, но, тем не менее, сейчас она приобретает форму управляемости. Тем не менее, первый этап, если все то, что происходило до сегодняшнего дня, считать первым этапом, первый этап, в общем-то, выдержали довольно неплохо. В общем-то, актуальность растет этой задачей. Поэтому это будет своевременное, нормальное мероприятие. И я думаю, что оно привлечет специалистов. И если вы правильно подготовите, оно будет очень позитивным и полезным для людей. Ну, посмотрите на СОК-форум, посмотрите, сколько людей пришло. Значит, интерес колоссальный. Более того, они не уходят до вечера. То есть, это им интересно. А раз это им интересно, то, значит, они получают информацию. Ну, надо продолжать эту тему. Одного форума такого мало. Каким образом реализуются, реально реализуются требования указа 250? Надо понять, каким образом нужно или целесообразно расширить его положение на, собственно, всю среду. Не на 67 предприятия, а на всех остальных субъектах. Надо понять, каким образом сейчас решаются проблемы импортозамещения. Потому что изменения происходят каждую неделю, на самом деле. Надо понять тенденции, связанные с анализом тех атак, которые совершаются на наши информационные системы. Они совершаются каждый день. И ситуация тоже меняется практически ежедневно. Поэтому надо иметь свежую информацию для того, чтобы правильно выстраивать безопасность. И надо понять, как выстраивать контроль. Как все-таки получить реальную информацию. Во-первых, реальную защиту в организации, а не формальную защиту. Как говорят среди безопасников, чтобы не было бумажной безопасности, чтобы была реальная безопасность. Первая позиция. И второе, а, собственно, как убедиться в том, что она реальная. Как понять, как провести контроль таким образом, чтобы понять, что это истина так. А не мы себе запудриваем мозги и глаза скрываем какими-то розовыми очками. Коллеги дорогие, ничего в этом мире не окончается. Магнитка нас ждет. Приглашаем. До встречи на магнитке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok